Меня зовут Алексей Панченко, я работаю разработчиком мобильной инфраструктуры в Яндекс.Такси. Мы вообще отвечаем за инфраструктуру команды в основном Яндекс.Про, но и на самом деле других Android, iOS, Flutter команд в Рейтехе. И так, сегодня я хочу поговорить про то, как можно вообще автоматизировать рутину, вообще что такое рутина, возможно вы даже не догадывались, что на самом деле это рутина в команде, но я покажу, что на наших масштабах это превращается в нереальное большое количество времени, и вот просто используя App Store Connect API, написать просто код и можно нормально сэкономить время людям. Итак, поехали. Ну, пару слов обо мне. У меня примерно 7 лет в мобильной разработке, последние 2 года занимаюсь инфраструктурой в Яндексе. Собаку съел на всех мобильных сторах, App Store, Google Play и так далее, и я делал автоматизацию для разных сторов. И вот небольшие цифры наших масштабов. У нас 16 App Store аккаунтов в компании, 231 приложение. Понятно, что многие приложения создаются как просто черновики для дебага, поэтому у нас там 81 активное, почти 2000 сотрудников имеют доступ в App Store, там 876 зарегистрированных девайсов. И вы спросите, откуда знаю такие цифры, ну, просто потому что дальше расскажу. Это наш план. Вообще, о чем будем говорить? Я сначала расскажу такие базовые понятия, так сказать, основу. Кому-то это будет очевидно и понятно, для кого-то это будет, скорее всего, впервые. Потом хочу показать, что такое рутина, на мой взгляд. Ну, не только на мой взгляд, а вообще на взгляд нашей команды. Потом как, вкратце посмотрим, как работать с App Store Connected API, какие есть нюансы. И, собственно, покажу наше решение, которое мы сделали, которое можно на самом деле взять на заметку. И если у вас есть подобные проблемы, повторить. Ну, и подойдем к итогу. Итак, основные понятия. В качестве основных понятий я выделил 5 понятий. Developer Account, Device, App Identifier, Provision Profile, Сертификат. Скорее всего, вы с ними знакомы, и сейчас подробнее поговорим про каждое. Developer Account. Ну, собственно, это аккаунт разработчика, который вы создаете в App Store Connected API. Он позволяет вам публиковать приложения, собирать аналитику, репорты, добавлять пользователей, ну, всякое-всякое, и подключать различные сервисы. Пуши, ваип и так далее. Вообще, как получить аккаунт? Надо пройти enrollment на developer.com, подтвердить личность, заплатить 99 долларов. Причем, плотить нужно каждый год. Ну, вот такой вот Apple. Первое, о чем хочу поговорить из этих понятий, это App Identifiers. То есть, вам, чтобы опубликовать приложение, надо зайти в App Store Connect, там, выбрать App Identifiers, создать, собственно, идентификатор вашего, ну, то есть, некую абстракцию над вашим приложением. Вы задаете имя любое и пишете, собственно, App ID, это, ну, bundle ID, который указан в вашего приложения, собственно. Следующее понятие сертификат. Ну, это просто уникальный сертификат, которым вы подписываете приложение. Здесь ничего особенного нет. Давайте еще посмотрим, как создать свой сертификат. Вам надо на своем рабочем компе создать sign request, приватный ключ, придумать для него пароль, загрузить эту пару в App Store Connect, и он сгенерит вам, собственно, сертификат-файл, который вы можете поставить себе на рабочий комп, подписать, при этом у вас на рабочем компе должен быть этот самый приватный ключ, вы это запускаете, вводите этот пароль, короче, ну, собственно, у вас прорастает сертификат. И эта схема работает ровно год. Через год он протухает, надо обновлять. Ну, виды сертификатов, да, они бывают, development, просто для подписи, дебажной сборки, distribution для подписи, собственно, сборки, которую вы на пользователей выкатываете в AIP, pushy, и на самом деле, если там открыть админку, их гораздо больше, я просто основные выделил. И теперь следующее понятие, device. Собственно, казалось бы, device, device, вообще зачем это регистрирует? Ну, на самом деле, в App Store Connect есть отдельный целый раздел, где вы можете зарегистрировать device, и тут давайте вообще для тех, кто, может, не знает, или для тех, кто знает, еще раз расскажу, зачем это нужно. Ну, вот, типа, вы, разработчик, вы пытаетесь установить дебажную сборку на свой девайс, но ничего не получается. Ну, у вас там ошибка вылезет, что, короче, большая ошибка. Как это решить? Вам надо пойти в App Store Connect, добавить свой девайс, он там прорастет, ну, на самом деле, сделать чуть больше, и после этого вы сможете, там, я вернусь на слайд, вы после того, как вы добавите в App Store Connect, это вы теоретически можете установить, но не все так просто, это так, абстракция. То есть вам нужно зарегистрировать. Ну, это про физический девайс, не про эмулятор. Да, возвращаемся к девайсам. Вот тут я хотел показать, что, ну, вы выбираете, под какую платформу создать, присваиваете имя, причем любое, вообще можно хоть смайлик поставить, и это большая проблема, на самом деле, о которой я тоже поговорю. И вписываете юдид девайса, его можно узнать там через X-код, через, собственно, подключение к Маку, ну, это не проблема. Но обратите внимание, есть такая интересная строка, как максимальное количество девайсов в аккаунте, их 100. И помните, я говорил, что у нас 800 чем-то девайсов. Давайте посмотрим внимательно на эту проблему. Это называется квота на девайсе в App Store Connect. Она у вас, ну, всегда она 100 по умолчанию. Вы добавляете, представим, 4 девайса, вы заняли квоту на 4, у вас там типа 96 свободных слотов. Два сотрудника увольняются, например. Тут, кажется, слайд закосячен. Вот тут он правильно отображается. В общем, это два серых девайса. Представьте, что два сотрудника уволились. Вы говорите, все, хочу удалить их девайсы, но вы не можете их удалить, вы можете их деактивировать, квота при этом не освободится. У вас два девайса условно будут лежать бессмертным блингрузом в аккаунте целый год. Через год Apple приходит, говорит, братан, есть возможность удалить все деактивированные девайсы. И ты такой нажимаешь кнопочку, он удаляет. Очень неудобный подход, но имеем, что имеем. Следующее понятие – это provision profile. Вот так выглядит, собственно, окошко создания provision profile. Тут можно обратить внимание, что мы выбираем App Identifier. То есть profile создается для конкретной абстракции приложения. Затем мы выбираем сертификат, который будет включен в этот profile. Об этом чуть позже. Их можно выбрать несколько. И указываем набор девайсов, которые тоже будут включены в profile. Зачем это нужно? Ну, собственно, да. Задаем имя и нажимаем generate, и все создается. Для чего это нужно? Вот так вот схематично. Тут, на самом деле, отображается как-то неправильно. Ну, ладно. Provision profile – это некая связка. Это связка… Ну, это бинарный файл, который связывает, собственно, ваш Identifier. Здесь список сертификатов и список девайсов. То есть, условно, вы можете установить дебажную сборку. Ну, сейчас про дебажную будем говорить. Только имея Provision profile, который включает сертификат, который есть у вас на компе, и включает девайс, на который вы сейчас ставите. И, собственно, это все должно вот так вот вместе сматчиться. И только тогда ваша сборка установится на девайс. Вот такая вот хитро выдуманная схема для обеспечения безопасности вообще вашего приложения, чтобы вы не могли распространять там сборку свою, кому попало, по незащищенным источникам и так далее. Вот. И, ну, у них тоже есть разные вообще виды. У профайлов они есть там development, ad hoc – это когда вы распространяете, ну, как через App Store, но на самом деле любым другим способом подписывать… Ну, короче, вы можете подписать приложение и распространять его не через App Store, но оно будет подписано условно продаваемым сертификатом. И, собственно, App Store – это когда вы, собственно, выкладываете вообще в Store. Особенность App Store профайлов в том, что у них нет девайсов. Ну, потому что они как бы продаваемый сертификат, все включают, ну, и конкретное приложение. А распространяются на все, что было установлено, кто устанавливал из App Store Connectа. Ой, из App Store. Итак, базовые понятия разобрали. Давайте посмотрим, что такое рутина. Вот представим себе такой таймлайн. Выходит новый сотрудник в команду. Получает доступы, настраивает провиженинги. Ну, давайте подробнее. Получить доступы. Он, скорее всего, обращается к руководителю. Руководитель идет, дает ему доступ в аккаунт. Ну, все, он попадает в аккаунт. Потом настроить провиженинги. Ему надо создать сертификат по той схеме, которую мы рассматривали. Зарегистрировать свой личный девайс там или какой-то рабочий, ну, реальный девайс, на который он будет ставить сборку. После этого пойти сгенерировать профайл. Тот самый провижен профайл скачать себе на комп. Ну, и все, он может работать. Здесь я отметил, что участники – это разработчик и его руководитель, потому что у разработчика на это не хватит прав. Давайте посмотрим на ролевую модель App Store Connectа. И чтобы все это сделать, нужно роль обменеджера. Ну, разработчику, скорее всего, никто не даст. Ну, может быть, где-то там дадут, но в большинстве случаев никто не даст ему роль обменеджера, максимум разработчик. Поэтому за него это будет делать либо его руководитель, либо человек ответственный за аккаунт и так далее. Дальше разработчик идет, пишет приложение, собирает, выкладывает в Store, скорее всего, тоже с помощью руководителя, потому что прав у него опять, как обычно, не хватит. Ну, и теперь таймлайн увольнения сотрудника. Ну, тут ничего такого, сотрудник уволился, надо отозвать доступы. Это идет его руководитель, руками там все отзывает, чтобы у него пропал доступ в аккаунт. И удалить провиженник. И надо удалить его дев-сертификат, деактивировать его девайс, после этого перегенерировать профайл. Об этом чуть подробнее позже расскажу. Но, собственно, вот такую вот рутину для каждого условно уволенного, уволившегося сотрудника надо сделать. Ну, и представим, что мы получаем. Куча рутинной работы, нет вообще никакого контроля над доступами. Ну, представим, много сотрудников. И нет единой точки входа в App Store. Ну, ты, скорее всего, при необходимости работать с App Store, пойдешь к руководителю. И не факт, что у него есть доступ. Возможно, он пойдет еще к кому-то. Получается такая цепочка людей, которые работают довольно асинхронно. И люди могут быть заняты, могут тебе доступ не дать и так далее. Помножаем все это на наши 16 аккаунтов и получаем очень много более. Надо как-то решать проблему. И какие способы решения? Давайте рассмотрим два. Fastlane и IP. Почему Fastlane? На самом деле это система сборки. Но она под капотом реализовывает много разных видов запросов в App Store Connect. То есть они реализовали вот это, что мы будем делать руками. Ну и, собственно, сырое IP. Посмотрим вообще, что они могут. Fastlane может собирать ваш проект, может выгружать в App Store. Теоретически наполовину он может управлять релизным циклом. Даже меньше, чем наполовину. Ну и все остальное он делать не умеет. Он не умеет работать с доступами, сертификатами, девайсами, профайлами. Короче, все вот это рутины, которые мы пытаемся автоматизировать. Что умеет делать API? Ну на самом деле все. API App Store Connect очень богатое. Оно покрывает почти любое ручное действие. На каждое ручное действие условно есть отдельный метод. По QR-коду можно документацию посмотреть. Она просто гигантская по сравнению с любым другим маркетом. Преимущество Fastlane. Ну, готовое решение и там часть методов реализована. Но очень сильно ограничен функционал и мы привязываемся к конкретному проекту. Fastlane это все-таки скрипт сборочный, который встраивается в конкретный проект. А если мы посмотрим там условно 200 наших приложений, то мы понимаем, что это немасштабируемое решение. Ну, API умеет все, но проблема одна. Придется все писать руками. Не проблема. Давайте выставим основные требования вообще к нашему сервису. Презентация тут неправильная. Ну, ладно. Требования. Нам нужна, во-первых, база данных, потому что мы хотим хранить список девайсов, сотрудников, там их всякие доступы и так далее. Для этого нужна база. Мы хотим максимально весь процесс автоматизировать. Причем хотим следить как-то за уволенными сотрудниками, чтобы если увольняется там человек, чтобы мы не ходили руками, это все не делали, чтобы это делала автоматика. И периодически мы хотим выполнять какие-то работы. Дальше расскажу, зачем. Понимаю, что Fastlane нам не подходит. Будем писать свое решение с нуля. И давайте перед тем, как писать, посмотрим пару нюансов вообще, как работать с App Store Connect API. Ну, для работы вам нужно, собственно, авторизоваться. Для этого надо создать ключ. Идете в аккаунт, тут оунер аккаунта должен разрешить вообще создание ключей. Пока он не разрешит, вы не можете создать ключ. Затем создаете, выбираете какую-то роль. У нас это роль администратор. Просто потому, что мы пытаемся автоматизировать вообще все, для большинства задач хватит роли App Manager, например. Но тут стоит смотреть ролевую модель IPLA, понимать ваши задачи и выбирать, собственно, какую вы роль хотите дать. Дальше настроим авторизацию. Как выглядит авторизация? Это стандартная JVT-авторизация. Вам нужно создать JVT-хедер, строка JSON, создать JVT-пайлот, подписать все приватным ключом, который вы, кстати, получили на прошлом шаге. JVT-хедер состоит из трех полей, они почти все константные. Указывается только KID, это идентифайер, который сгенерился вам на прошлом шаге создания ключа. Пайлот примерно тоже все константное. Тут единственное, надо указать дату, когда вы создаете там timestamp и когда заэкспирится ваш токен. Apple вводит ограничение, что токен не может действовать больше 20 минут, поэтому его нужно периодически постоянно обновлять. Итак, получаем такую схему. Мы создаем хедер, пайлот, подписываем приватным ключом и, собственно, получаем 20-минутный токен. Всовываем его в хедер авторизации. Все, можем в любой запрос ходить в API и делать что нам угодно. Ну, потому что API позволяет делать почти все. Но тут стоит обратить внимание, что у API есть лимиты. Допустим, после каждого вашего запроса в ответе прилетает хедер x-rate limit с двумя полями, который указывает количество запросов, которые вообще вам доступны в час, и количество запросов, сколько у вас осталось. Лимиты довольно большие, мы на своих масштабах ни разу не упирались. Но есть проблема, что API очень нестабильная. Это, наверное, самая нестабильная API из всех мобильных сторов, с четырех, которыми я работал. Оно самое богатое, но самое, короче, нестабильное. Иногда оно может просто отдать 500, ошибку 500. Делаешь повтор, успешно, в смысле, все успешно работает. А иногда оно просто тайм-аутит, может на 30 секунд повиснуть, в смысле, зависит от вашего клиента, оно может на 100 секунд повисать, короче, оно просто повисает и ничего не происходит. Потом делаешь перезапрос, все работает нормально. Иногда бывает, условно, это причем не всегда, это на некоторые приложения он может повисать, на некоторые может не повисать. Короче, очень такое недетерминированное поведение, и это надо учитывать, там всякие ретраи делать и так далее. Ну, это дополнительную сложность, короче, делает, но мы сложности не боимся. Итак, давайте посмотрим. Вот мы обозначили проблему, выбрали решение, и давайте посмотрим, что мы, собственно, сделали. Я в основном хочу поговорить именно про провиженинг-часть. Я сейчас не буду говорить про доступы, про релизы и так далее, про это могу рассказать после доклада отдельно, если кому-то интересно. Хочу вот про вот эту, так сказать, нетривиальную автоматизацию. Что нужно сделать? Создать сертификат, зарегистрировать девайс и сгенерировать профайл. Первое, что хочу обозначить, это давайте попробуем автоматизировать рутину именно с девайсами. Когда вот у нас приходит новый сотрудник, он хочет добавить свой девайс, потом он добавляет, потом кто-то увольняется, его девайс надо деактивировать, и вот это вот всю рутину. Итак, рутина с девайсами, ну вот я уже сказал, да, большой человеческий фактор, мы не контролируем там, кто уволился, кто нет. И, собственно, вырастает время входа в твой, ну тебя в проект, когда ты там с нуля заходишь, тебе надо дождаться, пока все люди освободятся и сделают для тебя что-то там, зарегистрируют девайс и так далее. Мы хотим вообще полностью убрать человеческий труд, ну, как я уже сказал, контролировать всех, кто уволился, и контролировать квоту. Всегда понимать, ну, как я уже сказал, квота 100, ну, правда, у нас на некоторых аккаунтах больше, это можно там по договоренности с Эплом расширить и так далее. Но это, на самом деле, все равно проблема, и надо всегда держать, короче, актуальный список девайсов, чтобы, когда Apple приходит и говорит, что можешь почистить, ты берешь и удаляешь все лишнее. Ну, и мы, конечно, девопсеры берем и пишем свой микросервис. Называем его MMM, поэтому, собственно, тут такая картинка сейчас будет, расшифровка Mobile Market Manager. Ну, это мы пытаемся сделать единую точку входа во все маркеты, поэтому тут не обобщаем, что это App Store и так далее. Мы реализовываем работу с App Store Connect A.B. в этом сервисе и делаем интеграцию с внутренними сервисами. Ну, как я уже говорил, мы хотим следить за увольнением и так далее, поэтому нам в любом случае нужна интеграция с какими-то CRM, которые ведут учет сотрудников и так далее. И делаем удобный интерфейс взаимодействия через Telegram-бота. Конкретно сегодня об этом, про Telegram-бота, я рассказывать не буду. Если интересно, то можете подойти, пообщаемся. Но помимо этого, Telegram-бота мы еще делаем периодические задачи. Сейчас посмотрим, зачем они нам нужны. Ну, собственно, бэкэнт и позволит сделать периодические задачи. Какой-то скрипт условный не позволит их сделать. Так, автоматизируем работу с девайсами. Так было раньше. Приходит разработчик, как-то добавляет девайс в App Store Connect. Нам эта схема не подходит. Мы делаем вот такую схему. Приходит разработчик во внутреннюю инфру. Где-то там, неважно, подает заявку на типа «вот хочу зарегистрировать девайс». Когда заявку одобряют, внутренний сервис условно летит запрос к нам в МММ. Мы обрабатываем, сохраняем там себе в базу куда-то. То есть мы выступаем в данном случае проксией между внутренней инфраструктурой и инфраструктурой App Store Connect. Вот так у нас на самом деле выглядит регистрация девайса. Это просто внутренний сервис компании, который позволяет… Он, во-первых, следит за увольнением сотрудников, за их ротацией и так далее. И он еще позволяет накрутить древовидную структуру ролей вообще на что угодно. На любой сервис, на любую систему и так далее. Мы придумали такую вот. Mobile Market Manager, App Store, доступ к аккаунту. Выбираешь конкретный аккаунт и регистрация девайса. Заполняешь основные поля. При этом тебе не нужен ни твой лид, ни руководитель, никто. Ты сам, когда тебе надо, пошел, это сделал. Там создается заявка. После того, как заявку окнули, просто нажав одну кнопочку, к нам прилетает запрос, там информация о девайсе и логин сотрудника. Ну, то есть какой-то идентификатор сотрудника. Мы же формируем вот такое имя девайса. То есть когда мы на самом деле проводили аудит этой штуки, многие девайсы назывались как точка, прочерк, смайлик. И ты когда понимаешь, что тебе надо чистить код, то ты ни в жизни не поймешь, чей это девайс и действительно ли его можно удалить из аккаунта. Поэтому все девайсы теперь называются у нас строго по конкретному паттерну имени. И, собственно, девайс попадает в App Store. Потом сотрудник увольняется. К нам просто прилетает информация, что вот сотрудник с каким-то ID, логином, неважно, увольняется. Мы просто удаляем его из своей базы, идем в App Store Connect и деактивируем девайс. К сожалению, удалить мы его не можем, но тут ограничение самой платформы App Store. Также эта штука позволяет хранить полную историю. Например, мы видим, что 23 августа вплоть до минуты какой-то сотрудник просто говорит, мне нужен такой-то девайс для тестирования на реальном устройстве. Приходит ответственный, окает, ну видно, что через сутки пришел. Но, в принципе, это уже человеческий фактор, который пошел, пинганул, тебе окнули роль. И когда сотрудник увольняется, вообще никто не приходит, и приходит робот, говорит, сотрудник уволен, типа роль удаляется. К нам такой же запрос летит, и мы просто его удаляем из своей системы. Как стало? С девайсами стало очень удобно. У нас появилась единая точка входа, не нужно даже иметь роль в аккаунт, чтобы просто зарегистрировать девайс, потом поставить сборку на него. Ну, мы теперь всегда контролируем квоту. То есть, когда приходит Apple, говорит, что можете почистить, мы просто, не задумываясь, нажимаем кнопку, и мы всегда знаем, что удалятся только ненужные реальные девайсы, а нужные останутся. Ну, у нас там появилась еще история, там можно по девайсам выборку сказать, что на одного сотрудника уже пять девайсов зарегистрировано, ну там и так далее, и не давать, например, зарегистрировать больше, потому что он будет занимать чужую квоту, например. Теперь давайте попробуем автоматизировать рутину именно провиженов. То есть, с девайсами мы разобрались, теперь сертификаты и профайлы. Вернемся к нашей схеме. Профайл, вспоминаем, да, это набор, это идентификатор приложения, набор сертификатов и набор девайсов. И тут надо понимать, что каждое изменение, ну вот, изменение любого из этих пунктов влечет протухание профайла. То есть, если вы изменяете состав сертификатов, состав девайсов, или просто проходит там, по-моему, год, профайл протухает, и надо сгенерировать новый, уже на основании новых данных, и разложить всем разработчикам. Представьте, у вас там 40 человек условно, и, собственно, всем надо это разложить, и как-то это тоже надо автоматизировать. Ну да, вот это вот спойлер был, да, после каждого протухания надо разложить новый профайл разработчикам. И первое, что мы решили сделать, это избавиться вообще от девелоперских сертификатов как сущности и оставить только один роботный сертификат. То есть, раньше была вот такая схема, когда каждый разработчик создает свой sign request, подписывает, ну, в смысле, создает сертификат и кладет себе на устройство. Нам она, мы решили, что не подходит, и мы через свой же сервис один раз в год делаем запрос на создание дев сертификата. Это все можно делать автоматически. Выкачиваем оттуда файл сертификата, ну, и условно в какое-то место складываем. Ну, сейчас не будет, это не важно на самом деле, у кого какое место, у нас, допустим, есть какая-нибудь секретница, можно просто в какой-нибудь там диск условный, там, Яндекс.Диск сложить, например, и так далее. После этого приходит новый сотрудник, говорит, мне нужен сертификат, ему дают ссылку, говорит, иди скачай. Он идет, скачивает, ничего секьюрного в этом нет, это дев сертификат, в этом нет никакой проблемы, дальше я расскажу, почему в этом тоже нет проблемы. Собственно, каждый просто идет, скачивает, и не требуется при этом работа его руководителя или еще кого-то. Окей, мы закрыли вот этот пункт, теперь изменение состава сертификата в принципе у нас не может быть, потому что он навсегда один, раз в год. А еще, кстати, это покрывает такой кейс, как мы можем автоматом следить, что через 15 дней сертификат протухнет, потому что он тоже на год создается. Поэтому мы можем автоматикой об этом написать, ну, мы так и делаем, и перегенерить новый сертификат, положить его в то же место, и все, кому надо, придут, скачают. Теперь давайте разберемся с изменением состава девайсов. Но тут на самом деле все просто, если вспоминать, что мы сделали до этого, у нас, да, вот такая схема. Прилетает запрос, добавляется девайс. Так как это наш сервис, мы просто на это событие реагируем и пересоздаем вообще все профайлы в аккаунте. И тут на самом деле есть секрет успеха. Мы решили, ну, мы для себя сделали его таким. Мы пересоздаем для каждого идентифайер, даже если для него не был создан, мы просто создаем для него дев профайл, причем включаем в него только дев сертификат, созданный нашей системой, и включаем вообще все девайсы, которые есть в аккаунте. В этом нет никакой проблемы безопасности, потому что при увольнении у нас все равно его девайс деактивируется, и профайл перегенерится, и старый станет просто протухнет, он станет невалидным, поэтому в этом вообще нет проблемы. Но это упрощает автоматику, мы всегда можем знать, что там вообще все запихиваем. Таким образом, мы две проблемы уже решили. Ну, а третье, как бы, помните, я говорил про периодические задачи. Мы просто раз в год, ну, вообще не раз в год на самом деле, раз в сутки проверяем срок жизни всех provision профайлов, если понимаем, что какой-то из профайлов просрочился или скоро просрочится, мы просто его обновляем. После того, как мы его обновляем, мы, собственно, туда добавляем все девайсы, как обычно, все сертификаты, ну, один наш. И, ну, на самом деле, у нас еще есть схема автоматики раскладывания всех профайлов на машинке разработчиков. Ну, я сейчас про это не буду говорить, но, короче, можно даже сделать так, что не выдавать никому доступ в App Store. Можно просто сделать автоматику, которая скачает эти все профайлы, потому что их можно скачать, разложить тебе в определенную папочку, и ты сможешь запускать дебажную сборку вашего приложения на реальный девайс, не имея вообще никакого доступа в аккаунт. Ну, вот, да. По истечении времени мы просто условно периодическими запросами эту проблему решаем. Получается, что, ну, вот, всем профайлам все девайсы, как я уже сказал. С нашей схемой мы снизили количество вообще в человеческий фактор. У нас руками вообще теперь ничего не делается. У нас пришло к нулю количество факторов, которые ломают валидность provision профайла. И, короче, ну, у нас все следится автоматически. Нам даже, когда сотрудник увольняется, даже за этим следить не надо. И бонусом, ну, тут я просто похвастаюсь, так сказать, что, имея вот такой вот сервис и богатая App Store Connect API, на самом деле, можно сделать гораздо больше. Мы полностью автоматизировали работу с доступами. Здесь подробно сейчас рассказывать не буду, но у нас ни один доступ в App Store Connect не выдается руками. Также через ту систему, где можно свою там систему релей написать. И все, понятно, отзываются автоматически. Мы еще автоматизировали работу с релизами. У нас там есть Telegram-бот, у нас есть внутренняя опиха, которая без какой-то сложной авторизации. Все умеет это делать, все это как бы довольно безопасно. Ну, короче, могу про это тоже рассказать. Мы еще автоматизировали работу с отзывами. Может быть, слышали, есть такая штука, как там App Follow, например, или еще что-то, которая позволяет выгружать, отвечать. Мы еще не настолько круты, но это сделать, кажется, очень несложно. У нас пока просто по команде боту можно на некий CSV-файл выгрузить, который тебе статистику по отзывам в App Store, в Google там вернет и так далее. Ну и бонусом, да, мы масштабировали это все на разные стороны, на кучу команд. Как я уже сказал, мы вообще инфра-рейт-теха, но все получилось довольно универсально и востребовано, поэтому теперь этой штукой пользуются все мобильные команды внутри Яндекса. Ну, кто-то всеми фичами, кто-то не всеми, кто-то там конкретными. Это как бы, ну, тут заставлять пока никого не можем. Что в итоге? 500 раз повторюсь, да, что мы избавились от рутины, от ручного вообще взаимодействия с коннектом. И тут важно отметить, что мы получили очень безопасную схему по сравнению с тем, что было. Даже несмотря на то, что мы без проблем шарим там сертификат, мы для всех создаем профайлы, включаем все девайсы. Это просто позволит, пока ты работаешь в компании, устанавливать любое приложение из этого аккаунта, ну, там, если ты из исходников его собрал. Но в этом нет проблемы. Только при твоем увольнении профайл протухает просто потому, что изменяется его состав. И все. И, ну, еще очень важно, на самом деле, мы сэкономили целую кучу человека часов разработчикам, тестировщикам, всяким лидам и просто менеджерам, которым нужен был доступ и так далее. Примерно очень, по очень грубым расчетам, это порядка 10% времени усредненно там за условный месяц или несколько месяцев мы сэкономили разработчикам. Гораздо больше мы сэкономили лидам, потому что большую часть из этой рутины приходилось делать им, имея конкретные доступы в store. Ну, и всем остальным это всякие там менеджеры, руководители, которые просто иногда хотят зайти в store или просто выгрузку отзывов каких-то получить или еще чего-нибудь. Перед тем, как закончить, хочется ответить на пару вопросов. Сложно ли такое реализовать? Нет. Ну, типа, это просто работа с опихой. Каждый разработчик когда-то работал с опихой. Ну, типа, просто ходишь в опиху и все. Другой вопрос, что опиха не самая простая, она не самая стабильная и так далее, поэтому тут надо всякими экспоненциальными задержками обмазываться там и так далее. Ну, то есть, чтобы нестабильность внешнего сервиса не сильно влияла на стабильность вашего сервиса. Вот так. Оно того стоило? Ну, 10 раз да, потому что мы, как я уже говорю, теперь каждый день экономим кучу времени. Даже никто не обращает, что стало... Уже на это никто не обращает внимания, но если просто взять и выключить этот сервис, то целые тысячи людей будут страдать. И как бы это говорит о том, что стало действительно удобно. Если делать такую штуку для маленькой команды, ну, типа, если у вас там до 10 человек, ну, наверное, нет. Скорее всего, нет, потому что время, потраченное на разработку, может сильно превышать профит, который вы получите с этого. У нас же другой случай, у нас только команда Pro, это порядка 100 человек в мобильной команде. Ну, короче, у нас немного другие масштабы. Если вдруг такая система была бы там, не знаю, open source или еще какая-то, которую можно было там за пару часов себя развернуть, да, наверное, это бы того стоило. Но тут опять же скажу, что на самом деле тут все зависит от сложности интеграции в вашу внутреннюю инфру. Потому что, ну, как я показал, у нас довольно большая интеграция. У нас там всякие вот эти ролевые модели внутренние, вот эти вот сервисы, которые следят и так далее. Вы можете, ну, условно, если у вас есть просто CRM, который может сказать, что сотрудник уволен, можно банально на одно событие подписаться и там сэкономить себе, так сказать, обезопасить свою схему и сэкономить себе какое-то время. Ну и, собственно, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, подходите, задавайте. Привет. Большое спасибо за доклад. У меня есть такой вопрос касательно автоматической подписи в Xcode. Наверное, одна из самых главных более iOS-разработчиков. Вот. Я недавно реализовал Share Extension приложение, а приложение было полностью подписано автоматической подписью. Я столкнулся с проблемой, что App Extension не работает с этим. Не работает с чем? С автоподписью. Вот. А в чем вообще тогда смысл? В смысле чего? Автоподписи. Ну, я конкретно за автоподпись не скажу. Но это когда, условно, у тебя на компе есть профайл, сертификат и так далее, и ты просто запускаешь, он сам подписывает, да? Ну да. Не знаю. Ну, тут я скажу, что я не iOS-разработчик. И именно, короче, нюансы того, как человек подписывает, мне не сильно знакомы. Поэтому подпись приложения обычная работает нормально. Подпись виджетов, в AI, там, пушей и так далее работает тоже без проблем. Поэтому, ну, короче, за экстеншн я не скажу. Окей, спасибо. Привет. Спасибо за доклад. У меня вопрос по безопасности. Я так понимаю, нужно все запросы выполнять на аккаунте с максимальным доступом. И в связи с этим интерес, ну, с максимальной ролью, имею в виду, в связи с этим интересно, были ли автоматизированы какие-то процессы для обеспечения безопасности этого аккаунта. Например, там, автоматическая генерация и смена пароля типа время от времени или что-то еще такое. Нет, на самом деле тебе не нужно, как я уже сказал, тебе нужно просто создать ключ. Кто может создать ключ? Его может создать апменеджер, администратор и владелец аккаунта. Три, собственно, роли. Ты просто под своей ролью заходишь. Если ты апменеджер, то ты не можешь создать ключ с привилегиями выше апменеджера. Если ты админ, то ты можешь создать ключ с любой ролью. Ну, и owner, понятно, тоже. Смысл в том, что ты создаешь ключ. То есть это не привязывается к пользователю, это привязывается просто к ключу. Ключ всегда можно отозвать, если есть проблема. Но на самом деле, ну, давайте поговорим вот так. Есть Fastlane, когда вы собираете и выгружаете, допустим, в TestFlight, вам тоже нужен ключ. Ключ вы храните где-то на CI. Вот это не очень безопасно, на мой взгляд, потому что к CI имеют доступ, как минимум, больше людей, чем могут иметь доступ к сервису, который живет вообще абсолютно изолированно отдельно. Ключ хранится не внутри исходного кода, потому что там, да, у нас открытый везде код, можно посмотреть. Он хранится внутри секретницы. Ну, просто у нас есть такой сервис, который защищен там прям шифрованием и так далее. Там просто так доступ не получить. Поэтому он в рантайме вытягивается из секретницы, с ним ходится запрос и все. То есть, единственная возможность, сервис находится в внутренней сети. То есть, снаружи к нему не достучишься. Единственная возможность это прям вот каким-то образом получить доступ к секретнице, либо заснифать трафик. Но у нас в HTTPS ты как бы просто так не заснифаешь трафик. И тем более тут нужно понимать, что JVT токен 20 минут действует. Даже если ты заснифаешь трафик, пока ты дойдешь до реализации какого-то запроса, скорее всего, токен протухнет и все. Окей, спасибо большое. Спасибо за доклад. Было очень круто. Вы обращаетесь к API напрямую или через какую-то библиотеку? Напрямую. У нас спойлер. Мы команда мобильной инфры, но так получилось, что многие из нас выходцы из андроида. И вообще у нас почти вся инфра написана на Kotlin, на Kotlin Native, на Kotlin, ну, типа Kotlin, который можно собрать под JVM, под Nativ и под JS, если надо. Поэтому у нас все на Kotlin и мы свою библиотеку для работы с API и всех маркетов написали и все с нуля полностью. Да, я просто почему спрашиваю, там на WWDC 23-го года показали библиотечку для работы с App Store Connect. Вот, не пробовали там ее трогать? Даже не будем пробовать. Не вижу смысла. Скорее всего, она написана на Swift, да? Ну, там несколько языков, то есть там и под Python. Ну, и Python нам, скорее всего. Ну, типа, мы не Python-like девопсеры, так сказать, холивар выбора языка можем оставить на потом, но это не наш стэк и нам это не нужно и мы реализовали пока все, что нам нужно было, а дополнительно реализовывается довольно быстро. Но единственное, скажу, что у них очень перегруженная API, оно возвращает столько лишней информации, сколько вот не хотелось бы получать. Видимо, за счет этого он очень плохо работает. Да, я это видел, то есть мы юзлили для подписки. Вот краски блютечка, она решает вот эти вопросы, что там моделики свои и все свое. Не, ну, мы тоже один раз написали, как бы, не вижу смысла брать то, что они тоже написали, потому что мы, как бы, зачем выкидывать свой велосипед. Ладно, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой, какая была иная рутинная работа, связанная с другими историями, которые вы решили с помощью МММ? Ну, в Гугле, ну, и в Иплее, кстати, тоже не упомянул, мы еще умеем, но это не то, что рутина, это просто бонусная автоматизация, мы умеем автоматом следить за статусом приложения. Вот ты, ну, типа выкатил на ревью, и у тебя там сразу отбивка ботом в Телеграм приходит, что ваше приложение там ожидает ревью, потом оно только взялось в ревью сразу, ваше приложение ушло на ревью. Типа оно прошло ревью нам тоже, ну, и также для Гугла, Рустора и Huawei мы так делаем. Плюс еще публикация приложений, публикация там в Гугле, она довольно богатая, что можно в разные треки опубликовать, можно там на процент, не на процент выкатить, для Рустора там чуть проще, для Huawei тоже, потому что так сложилось, пока мы на процент в Huawei не катим. Еще мы вот выгрузку отзывов делаем, пока в довольно простом лейтовом режиме, но ничто не мешает потом сделать чуть более, так сказать, продвинутое решение. Доступы полностью контролируем в Гугл и Эппл, остальные опихи пока это, они просто не позволяют, у них нет возможности там посылать инвайты, удалять пользователей и так далее. Вот. Наверное, пока все. Спасибо большое. Здравствуйте, спасибо за доклад, это вообще все восхитительно, поэтому сразу первый вопрос, это когда-нибудь будет доступно хотя бы за деньги, так сказать, вне Яндекса или может это опенсорс уже где-то, потому что это очень нужно всем. А вопросы, что именно нужно всем? Вот такой сервер для работы со стороны. Ну, в смысле, там он много чего делает, там многие вещи не связаны друг с другом, вопрос конкретно о том, что вот вы в основном рассказали, что, допустим, просто добавление, удаление сотрудников и работа с сертификатами для людей в команде. Ну, я не могу точных дат говорить, у нас есть, так сказать, просто идея либо там open source, либо еще каким-то способом это опубличить. Идея есть, осталось только найти на этой ресурсы времен, как только, так сразу. Я не могу ничего сказать. Понятно. Спасибо, я понимаю. И буквально маленько дополнительный вопрос. Вот даже просто по работе с Fastlane видно, что периодически App Store меняет API, по крайней мере, у меня такое впечатление создается, и Fastlane просто отваливается до тех пор, пока ты не обновишь до новой версии, где они уже все это пофиксили. Может быть, я неправильно понимаю, у вас такие проблемы бывают, или это просто из-за того, что API глючная и Fastlane периодически отваливается? Конкретно API за полтора года, ну вот у нас сервис уже полтора, он начинался именно с App Store, кстати говоря, ни разу они не меняли break and change, никакие делали. Они иногда деприкейтят методы, но мы их даже не использовали, ну там такие методы, видимо, которыми никто не пользовался. Но деприкейтят не выпиливают, в документации это помещают, скорее всего, просто потому, что оно отваливается. И это можно почитать, я думаю, много, где найдется информация, что оно прям очень нестабильное. Все понятно, спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно. Я просто хотел бы конкретизировать предыдущий вопрос, то есть вы спрашивали, что конкретно, вот ваша библиотека, которую вы на Kotlin написали, она недоступна в Open Source? Библиотека для API? Ну да, то есть чтобы самому как раз тоже... Еще нет, но я думаю, что если мы займемся этим вопросом, это первое, что пойдет в открытый доступ, потому что это проще всего отделить от внутренней, ну это как не связано с инфрою, с внутренней и так далее, это просто опиха на Kotlin, которая у нас собирается под JVM, Linux, MacOS, ну на самом деле это любой таргет можно прикрутить, потому что все написано в нейте в части, только там генерация именно JVT токена, по-моему, мы используем именно JVM-ные способы, но это, я думаю, тоже можно обойти. Ну вот нет какого-то конкретного срока или планов? Ну нет, сейчас я точно не могу конкретный срок озвучить. А, тут, кстати, отвечаю на вопрос того парня, что мы еще автоматизировали, я вспомнил, мы еще, допустим, как я уже сказал, у нас 16 аккаунтов, и в App Store надо каждый раз продлевать подписку, 99 долларов платить, и это важно не забыть, потому что если ты забудешь, у тебя вообще все приляжет в аккаунте, вообще все, и у нас просто есть автоматика, которая напоминает за 15 дней, сама заводит задачу, что надо оплатить, призывает ответственного за аккаунт, ну и типа вот приходит, платит. А еще, кстати, по поводу App Store Connect API, у App Store есть прикол, у Appla, что они иногда обновляют лицензионные соглашения, и вот пока ты его не окнешь в аккаунте, а окнуть его может только оунер аккаунта, API просто окирпичивается полностью, он на все запросы отдает 403-ю и просто не работает, вот, поэтому там у нас есть мониторинг живости аккаунта, мы понимаем, что он умер, и там призываем ответственно типа братан, беги, пожалуйста, нажми кнопку, потому что у всех все встает. Поблагодарим нашего спикера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ